Итак, ребята, нам надо с вами сейчас пора бы написать модель комментариев. Значит, я бы сейчас хотел, чтобы вы понимали, что будет происходить, да? То есть мы разобрались. Смотрите, как все устроено. Во-первых, вот есть статья. Давайте мы теоретически пока рассмотрим, а в уроках будем уже писать код. Вот. Давайте мы представим вообще, что будет участвовать. Вот у нас, мы ранее писали, мы ранее писали, у нас есть модель пост. На месте модели пост, как я сказал, могли быть видеоматериалы, аудиоматериалы, галерея. Принцип не изменился. Все поля были примерно одинаковые, только, допустим, поля текстовые записи были, допустим, поля видео или аудио. Поэтому здесь важно понимать принцип. Итак, получается, у нас есть модель пост, которую мы написали. Она уже есть. Извините. Модель пост. Теперь у нас есть вторая модель. Это модель юзер. Эта модель мы уже использовали, это встроенная модель Django, которая уже есть в Django, то есть, где сохраняются данные пользователя, e-mail, юзернейм, пароль и так далее. То есть, это все есть. Теперь мы представляем, у нас есть схематично, да, сейчас вот этот пост, да, по сути дела, секунду. Я сейчас сделаю немножко отрешенно, чтобы мне показать связи, да, теоретически, чтобы мы посмотрели, причем писать поля. Значит, ребят, смотрите, я мог бы вот так сделать, но будем считать, что это модель, а вот это вот реальная статья совершенно. То есть, вот это вот сама статья, да. Нам надо написать комментарии раз. Когда есть комментарии, нам надо написать лайки к этим комментариям, и понятно, что лайки к самому посту, и нам надо сделать ответить. Допустим, ответить на комментарии. Ну, понятно, что дальше можно вставлять абсолютно любой редактор. Марк Дован, Sky Editor, но тут надо забыть о безопасности, чтобы пользователи не могли там чего-то лишнего написать, да. Тут уже надо подумать, но мы с вами сделаем базовый вариант. Итак, логически у нас, что надо первым делом? Логически первым делом нам надо связать статью, то есть... А, секунду, немножко не так. Вот, я сделал еще модель коммент, да, как бы к самому посту. Значит, смотрите, теперь размышляем вообще логически. Вот у нас пост, нам надо комментарий. Значит, первое, что нам нужно, это связать модель комментариев и модель пост между собой. Свяжем это мы при помощи двух вещей. Форинкей мы с вами изучали довольно подробно, то есть, многие к одному. И при помощи Related Name, то есть, создание обратной связи, да, от модели пост. Получается, у нас связь и туда, и сюда. То есть, первое поле, которое логически нам надо будет, это мы себе записываем. Это, ну, пусть будет пост, да, коммент. Первое поле. Следующее поле, которое нам надо, нам надо установить пользователя, кто оставляет коммент. То есть, это у нас получается User Comment. Иными словами, у нас есть модель комментариев, и нам надо сделать, опять же, туда-связь и обратно с моделью пользователя. Чтобы определить, кто оставляет комментарий, что за пользователи. То же самое здесь будет у нас многие к одному. То есть, так как комментариев один, пользователей много, да, тоже обратную связь. Следующий момент. Ну, понятно, надо где-то записывать сам комментарий. То есть, поле Body нам надо, например, там, да, или текст, как хотите, называйте. В общем, иными словами, нам надо куда-то комментарий этот вписывать. Теперь обратите внимание, когда мы писали модель пост, мы уже заложили лайки с пост, да, лайк с пост. Значит, понятно, что в комментариях нам тоже надо, чтобы у нас были... были лайки, и здесь, и в комментариях, чтобы у нас они были, и у нас они работали, да. Значит, для этого логично, что нам надо под это определить отдельное поле. И давайте еще посмотрим. Обратите внимание, у нас предполагается, что человек может ответить на комментарий, да. Вообще, по сути дела, ответив на комментарий, появляется, то есть, получается как бы дерево комментариев, да. То есть, мы можем бесконечно обсуждать что-то, и это будет вполне понятно, работая с комментариями. Почему мы это поле тоже должны включить? Это по минимуму. То есть, по сути дела, нам надо пять полей, пять полей. При этом поле лайкс, лайкс, коммент, если мы обратим внимание, оно должно быть многие и ко многим. Почему? Ведь много комментариев, и много пользователей. Выглядит это так. Смотрите, много пользователей, и много лайков, да. То есть, и комментариев много, и лайков много. Почему мы будем выбирать определенного пользователя, да. И при ответе, а при ответе мы будем выбирать определенную статью, к которой прикреплен комментарий. То есть, все, в принципе, будем говорить так, банально просто. Подробнее, ребята, уже будем писать. У вас, тех, кто занимается, уже прошел больше 200 уроков по джангу, по этому модели мы уже рассматриваем от и до. Я не думаю, что здесь возникнут сложности. Обратите внимание, ребята, еще раз говорю. Мы вышли на тот уровень, когда мы просто тупо открываем документацию, и начинаем просто по ней писать. Я не вижу ничего здесь сверх того, что мы такие молодцы. Это должно было произойти. Это должно было произойти. Поэтому, так же, как и прежде, я вам еще покажу некоторые тонкости джанга. Они есть, которые вы могли не знать. Связанные с 4nk и money to money с использованием Related Name. Объясняю, Related Name это обратная связь. По сути дела, мы могли его не использовать. Джангапс само выстроила связи, но все-таки лучше быть читаемые имена, используя, чтобы понимать, что происходит. Ладненько. Это все уже далее. Я хотел сказать, что вы заметили, что мы уже далее довольно просто используем документацию и пишем, как вы уже пишете, как настоящие веб-разработчики, то есть проходя весь цикл. Я имею в виду, что создаете модель, создаете представление, создаете шаблон, добавляете дизайн, то есть делаете обычную рутинную работу разработчика, при этом просто спокойно пользуемся документацией. Ребят, удивляться не надо, мы же к этому шли. И это нормальный рабочий процесс. Ну что ж, давайте заниматься написанием модели в уроках. Для тех, кто хочет проходить уроки, пожалуйста, spb-retout.ru Лучше начинать сначала. Куржанга с первого урока. Так будет больше толку. Спасибо, все получится.